И сейчас я хотел бы поговорить с вами об этом слове «освобождать» — очень важное слово в Библии. И если посмотреть на греческий язык, какое слово используется там чаще всего, то это слово «луа», это слово «освобождать», «делать человека свободным». Именно такое понимание стоит за этим словом в английском, да и в любом другом языке. И мы должны понимать, что освобождение — это часть служения Иисуса Христа. «Господь освобождает узников, дарует им свободу». Иисус однажды прочитал текст из Ветхого Завета в Своем родном городе Назарете. Это текст, записанный в книге пророка Исаии, 61 главе, 1 стих, и также он повторяется в Евангелии от Луки в 4 главе, 18 стих. Иисус Христос читает в синагоге. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». «Наш Господь пришел на планету Земля, чтобы совершить много дел. И одно из этих дел — это освобождать пленников». И делал это он, совершая великие чудеса. Он освобождал людей от их зависимости, от их болезней, немощей. И также он освобождает людей от их грехов и показывает, как иметь личное отношение с Богом. Иудеи ожидали, что он придет и освободит их от римского ига. Но у Иисуса Христа была совсем другая цель. Он пришел освободить, но освободить от гораздо более страшной зависимости, более тяжелого ига. Он пришел освободить их и нас от ига греха. И таково служение нашего Бога освобождает нас для вечности. И мы видим, что куда бы он ни пошел, он везде совершает служение освобождений. Он возвращается к Ветхому Завету, к четвертой заповеди, заповеди о субботе, и напоминает, что субботний покой ассоциируется с освобождением из египетского рабства. Это четвертая заповедь, записанная в книге Второзакония, пятой главе. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота, Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой. Потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. И также мы читаем в другом месте, я уже читал этот текст, но прочту еще раз. Книга Исход, 23 глава, 12 стих. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец». Я однажды беседовал с одним человеком, который очень известен тем, что много говорит о близких отношениях с Богом. Его зовут Юджин Петерсон. И вот что он сказал. «Я сам должен быть освобожден от работы хотя бы один день, чтобы в течение остальных дней не доминировать, не господствовать над другими людьми. Я освобождаю других от себя, от своего давления, тем, что сам делаю перерыв, отдыхаю. И другие люди могут отдохнуть от меня». То есть речь не только идет об освобождении себя, но если мы делаем перерыв в единенном месте, то и другие смогут это сделать. Но если наш начальник командует 24 часа 7 дней неделю, и глава семьи может быть таким начальником, и в такой семье никто не может отдохнуть, пока вот этот начальник, глава, сам не сделает перерыв. Поэтому те из нас, которые имеют начальствующее положение, менеджеры, директора, мы должны отдыхать, чтобы и другие отдыхали от постоянного давления. И Господь освобождает пленных не только тех, которые стоят у барных стоек или в других подобных местах. Он освобождает немощных. И можем прочитать в Новом Завете, Евангелие от Луки, 13 главе. Иисус входит в синагогу и начинает там учить. Но вот в этой синагоге находится некто, кто желает получить исцеление. Причем все это происходило в субботу. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорченной и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Здесь мы читаем о том, что Иисус учит в синагоге, причем это было в субботу. И вот в субботу он исцеляет человека. И это очень задело других людей, особенно начальствующих, потому что они считали, что исцелять нельзя в субботу. Исцеление — это труд, работа. Этим не следует заниматься в синагоге, а тем более в субботний день. И это была проблема. Но, как мы уже говорили, суббота ассоциируется с избавлением. Это было воспоминанием избавления из египетского рабства. Мы только что прошли с вами четвертую заповедь. И Господь несет служение освобождения людей. Поэтому нет никакой проблемы в том, что Он делает это в субботу, потому что именно для этого суббота, чтобы освобождать. Но давайте прочитаем дальше этот текст, и мы увидим, что люди возмущены. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла откислей в субботу и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался о всех славных делах его. Итак, Иисус пришел освободить немощных, но также и все творение. Евреи с животными в субботу обращались лучше, чем с людьми. Они считали вполне нормальным, если животное захочет пить в субботу, его напоить. Но если женщина в субботу нуждается в исцелении, и она пришла в синагогу, зная, что там Иисус Христос, то они не хотят пускать ее, не хотят, чтобы Иисус исцелял ее. И мы читаем об этом вновь и вновь. Иисус входит в синагогу в субботу и исцеляет там людей, освобождает их от их недугов, освобождает их от того, что сковывает их, как было в случае с этой женщиной. А ведь суббота была днем воспоминания о том освобождении, которое произошло с народом, освобождение от египетского рабства. Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этот день Господь хотел освобождать людей. В этот день Он не отказывал людям, наоборот, принимал их. И я думаю, мы можем извлечь для себя применение. В наших церквах мы должны помнить, что Господь с нами, чтобы освобождать людей, отпускать измученных на свободу, освобождать от различного бремени. Зачастую самое тяжелое бремя — это внутри нас. Беспокойство, о чем я уже говорил, трудоголизм, как было со мной и с моими предками. Мы постоянно работали, работали, работали. Это тоже своего рода рабство, от которого необходимо было освободиться. И Господь освобождает нас, узников, в темнице работы. Это может быть любая работа, и служение тоже. И Он освобождает нас. Поэтому на наших богослужениях, когда мы приглашаем людей, мы должны помнить о том, что Господь хочет освободить их от внутреннего бремени. И это время, время богослужения, уединенное время с Богом в субботу, становится временем, когда мы получаем освобождение. И мы с вами еще об этом подробно поговорим. Что ж, вопрос вот какой. Будем ли мы искать этого освобождения, искать уединенное время с Богом каждый день, но особенно в субботний день? Итак, суббота – время освободиться. Суббота – это Божий дар человеку. Мы уже об этом говорили, но скажем еще раз. Это дар, не обязанность, но дар, чтобы нас освободить. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Господин субботы пришел, чтобы освободить вас. Это его служение. Он пришел, чтобы отпустить вас на свободу, простить вас. Может, и вам нужно кого-то отпустить, простив его. И когда мы принимаем этот дар, дар субботы, мы освобождаемся от беспокойства, от страха, от иго и так далее, от того, что гнетет вас тем или иным образом. Итак, Господь освобождает узников, Господь освобождает творения, и также Господь освобождает христиан сегодня в наше время. Все христиане, верующие в Иисуса Христа, конечно, получили освобождение от своих грехов, от рабства греха, от рабства дьявола. Но, будучи христианами, освободились ли вы от того, от чего должны быть свободны? От вины, от переживаний, от страхов? Что есть в вас, от чего вам еще нужно освободиться? Я не раз слышал такое высказывание. «Нечестивым покоя не будет, а праведные в нем не нуждаются». Я руководствовался этим лозунгом. «Нечестивым не будет покоя», и это взято из книги пророка Исаии. А христиане добавили «а праведные в нем не нуждаются». Нам не нужен отдых. У нас есть Иисус. Но Иисус — это Господин покоя. Он тот, кто пришел освободить нас. И мы еще поразмышляем с вами, что значит Его слова «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Придите ко мне, и я успокою вас». К этому Он призывает. «Позволили ли вы освободить себя?» Еще некоторые тексты из Нового Завета. Лоис, пожалуйста, прочти нам. Эти тексты, где также говорится об освобождении. Вновь и вновь. 1 Петра 5.7 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4.6.7 «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Псалом 67.20 Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok